Итак, всем привет, с вами Тугай, и мы продолжаем играть за левый гаминьдань. И наши поля с мисками риса хотят завоевать грязные японцы и амогусы. Нанесли удар спину, но мы обязательно справимся. Так что продолжаем бой, и наша армия вот эта почти готова. В принципе, я бы, наверное, её уже хотел деплоить, потому что мне уже надо воевать, у меня нет времени на самом деле ещё здесь что-то размазывать, да, по всем этим ребятам. Поэтому назначаем сюда, назначаем, я вот этого генерала всё-таки снял, мне мастера засаду всё-таки, блин, ну не подходит, нет. Это не наш выбор, нам всё-таки нужен парень на 10 атаки пехоты. Поэтому, поэтому мы ставим себе этого, наверное, парня, да, хитрый лис, партизан. Ну да, пойдёт. Давайте-ка, он, конечно, наркоман, но мы его потом излечим. И сразу пускай они сюда идут. И здесь мы тоже сейчас будем делать кое-какую оборону, но в основном, конечно, будем просто пытаться их удержать вот здесь, пока наши войска идут в порту. Ну план, да, пока простой. Эти сейчас все вот сюда. Здесь сейчас мы стараемся сделать какую-то линию фронта. После чего, после капитуляции Шендуня, резко эта армия пойдёт на запад, отбивать западные территории Монголии и загонять Амогуса обратно себе в Ургу. И, кстати, да, у них порт не прикрыт. Блин, вот теперь прикрыли. Но до этого был не прикрыт. Как бы всем, чем можно, задерживаем их здесь. Пытаемся побольше нести урона сюда. Кстати говоря, сейчас им, да, снабжение можем обрезать, в принципе. И... Да, да, мы выбьем, я думаю, сейчас этот порт здесь. Эти дивизии сейчас мы здесь вот окружим. И вроде как всё должно стать отлично. Здесь ребята, в принципе, уже готовы. Давайте сразу мы нажимаем кнопочку решить с вот этими ребятами. И через неделю мы объявим войну. Потому что сейчас планирование наберут, сколько успеют. И сразу в бой. Здесь же, да, ребята уже, собственно говоря, из боя и не выходят. И вроде как... Вроде как нормальные битвы. Вы давайте вот здесь вот, кстати, поставьте, чтобы они случайно этот порт не захватили. Ну и вроде нормально. Набжения здесь не хватало, но машинки всё порешали. Взяли кок. Тебе-то, блин... Усяма. Усяма называется. Неприятно, но учитывая то, что это... Астазия взяла Усяма, против которого... Мы тоже как бы... Ну, мы против него не воюем, но он вроде как тоже недалеко там от Японии. Так что любая победа Остази здесь, в принципе, нам на самом деле даже очень выгодно. Может они нам ещё и винтовки... Нет, винтовки они нам не дадут. Ну ладно. Японцы всё сюда закидывают новые дивизии, но мы не ослабляем нашу дужку и выбиваем их одну за другой. Японцы вообще теряют очень много здесь ресурсов. Я думаю, рано или поздно ресурсы японские будут заканчиваться. И объявляем мы им войну. Очень мы хорошо сразу влетаем. Давайте-ка вот так сразу попробуем сделать, чтобы эти ребята не останавливались. Нам потому что нужно как можно быстрее их капнуть. В принципе, я думаю, достаточно быстро это и произойдёт. И разлокируем мы после этого себе важные фокусы. И параллельно ещё одну уже Д на юге откроем. Ну, на юге имею в виду вот отсюда. И не даём мы просто им дышать вообще. Выбиваем отсюда. Здесь сейчас аргу все танки потеряют. Ну, танк этот. И, и. Что сейчас произойдёт? Как произойдёт? Да господи. Хватит, пожалуйста. Ну, хватит. Я не нажимал вам атаковать. Ну, что вы делаете? И мы сейчас вот так сможем в теории пробить, если нам никто не наслёт случайно в атаку. Ну, Скайгрик капает, передаёт там ещё своё снаряжение. Это всё приятно. 3000 единиц техники там написала. И теперь эти 22 дивизии смогут постараться удержать вот этот фронт. Поехали. А у нас теперь есть решение на нациализацию вот этих территорий. Мы его, конечно, прожмём. И опять происходит нереальная душка. Опять-таки форс-атаку нажимаю, потому что мне супер важно пробить этот форт. И, по-моему, я успеваю в него. Да, так и есть. Отлично. Эти войска снова окружены. А я себе разблокировал первый съезд Гоминданя. Неужели? Наконец. Наконец-таки. Рабочие вновь встают с коленя. Ой, начинается организация государства. Политка. Получается. Политка это хорошо, потому что мы за политкой можем интегрировать вот эти вот разные территории. И себе промышленность накачивать. Итак, история первой экспедиции. Можем решить, кто они. Ну, вот этих я не хочу бафать. Всё, давайте раз социалистов. Я бы, наверное, вышел в тоталистов. У них тут я посмотрел. О, отдельно есть вот эта ветка фокусов. У остальных как бы нету. Поэтому давайте, наверное, в неё и попробуем выйти. Но это как получится, конечно. Вопрос этнической автономии. Маструли бы не файт. Мы должны... Да, правда, объединиться. Мы не должны какие-то автономии отдавать. Мы должны быть единой страной. Ну и вот добиваются... То есть вот ребята, которые решили на нашу землю высадиться. Очевидно, они ошиблись. Вопрос синдикалистских партий. Да, да, бафаем. Вопрос академии. Новая академия для нового Китая. Либо восстановить существующую. Но я не хочу терять палитку. Да. Так что давайте остановим. Так, какой у нас упор будет? На просто людские ресурсы, либо на модернизацию? Конечно же модернизацию. И вот, прощайте. Грязные ублюдки. А теперь мы снова здесь в безопасности. Армия идет сюда. А вот эти бедные ребята вновь идут бронять наши порты. В принципе, я не так боюсь высадок. Но я просто хочу иметь здесь дивидии только ради одной простой причины. Чтобы они могли задержать их. Вражеские и японские войска. Пока наши основные войска не прибудут. Понятно, что вряд ли они смогут отбить японскую выставку сами. Но именно задержать до прибытия креплений. Это и есть их задача. Смотрите-ка, вопрос. И видите, про вот этих парней что-то про каких-то лидеров говорят. И надо говорить. Я думаю, их надо оставлять, потому что один из них вот здесь вот есть. Я думаю, наверное, сюда нам и надо. Так, разговор про Аджинфу. Государство какое-то. Кто это такие? В тунжанских провинциях. Понятия не имею. Кто это такие? Где это? Я думаю, просто вот это сделаем. Мы не хотим техом их называть. Может, это не такая-то партия. Так, пересмотры войны пяти провинций. О, так, идея. Это нам генерала дадут, да? Так, подожди, у нас уже есть парень. Командующий... Скажи, вот эти меняются, верно? Давайте-ка проверим. Нет, это меняются вот эти. Командующий армии. Да. Нет, у нас уже есть командующий армии, который меня устраивает на просто атаку дивизии. Итак, у нас закончился фокус. У нас, ребята... Ну, они так и остались правящими. Не очень понятно, как это произошло на это. Можно здесь вот это решить... Вот этот фокус, который удешевает нам решение по национализации территории. Но сначала я хочу взять ячейку. Поэтому давайте туда пойдем. И мы, кстати говоря, здесь вот, можно, видите... Комиссия реконструкции, скорее всего, здесь вот остановление, я смогу какие-то фабрики строить. Может быть. В любом случае, ячейка нужна. По процентам. Посмотрим. А, и вот фракции какие-то у нас раскалываются. Ну, как вам угодно. Все равно я постараюсь статалистов привезти. И смотрите-ка, мы можем поговорить с этими ребятами. Если они согласятся, то мы их аннексируем. Слушайте, слушайте, а почему бы нет? Они тут вот социал-демократы, типа, недалеко от нашего радикального социализма. Если они к нам присоединятся, будет неплохо. И закончился первый конгресс. И мы получили кучу политки. Нам бы, конечно, поинтегрировать всякие штучки. Но давайте подождем. Нам не сильно это срочно нужно. Более, что тут не так, что и много промышленности. А вот со скидками будет намного все поприятнее потом делать. Ну и где-то локально пытаемся переходить с наступления. Нам, в принципе, по-другому и никак пока что. Ответ пришел. Сюда пришел ответ. Точнее, ответ на их ответ. И, блин, да. Только их надо национализировать еще. Ну, что я могу сказать? Надо сделать. Хочется сделать это еще и побыстрее. Черт возьми. Но давайте, давайте. Да, давайте уже нажмем. А что делать? Мы получили новую территорию. Надо их интегрировать. И надо бы сюда новые дивизии задеплоить. Какой раз уже что-то деплоим? Ну, да. Да, типа не очень удобно так деплоить. Потому что они там без снаряжения, без опыта. Но. Здесь ноль вражеских дивизий. Сейчас Ишка. Ну, может, там есть какие-то вражеские дивизии. А, ну да. Они тут, видите, воюют со всем вот этим вот братством. Следовательно, мы сейчас им очень жестко поднастрем. Ну, и получим пробку. Это всегда приятно. Слушайте, у нас тут... Я посмотрел на запасы. У нас тут, оказывается, 10 тысяч винтовок. Я, кстати, не говоря, не очень понял, если лентлист от кого-то зашел или что это. Но вот так у нас как-то накидано всего. Здесь, да, иностранная техника, 2-2-600. А, я понял. Нам вот от этих ребят... Все, я понял, откуда это. Это мы аннексировали вот этих ребят, и от них у нас присоединились винтовки. Кайф. Все, я уж подумал, блин, опять как вот с этими было... Вот здесь вот были ребята, мы их присоединили. От них винтовки к нам, видимо, тоже пришли. Я просто этого не заметил. Я тогда грустил, что, блин, ничего не дали. Нет, походу, я тогда тоже дали, просто я тоже тогда этого не заметил. Но это прекрасно. Мы еще больше, ребят, можем теперь задеплоить. И самое главное, у нас есть, видите, арта 1000. Значит, мы что делаем правильно? Добавляем арту сюда. А что по поддержке ПВО? Там что-то туда-сюда. И это мы еще себе позволить не можем. И вряд ли сможем. 3000 пушек надо будет, но, по крайней мере, какие-то дивизии уже будут получать бафы. Нормально. Время респакт и антант начинают сотрудничать. Вообще, давайте как посмотрим у нас дела в наших друзей вот здесь. Ну, кстати, они, по-моему, взяли провинцию. Где-то они потеряли или взяли? Взяли, по-моему, все-таки взяли. Нэнси, по-моему, все-таки изначально немецкая. Ну, это мало о чем говорит, хотя и там тоже взяли провинцию. Как будто чуть-чуть успех есть. На юге святали проблемы, но посмотрим, как они будут справляться. Вопрос, что в Южной Америке, Южной Америке ребята поддерживают Рекс Пакт. Это неприятно. Здесь тоже наши американские друзья, ну, проигрывают. А, ну, здесь все. Здесь, как бы, я думаю, все понятно происходит. Эх, а на самом деле жалко, жалко, конечно. Давайте ячейку с этого нет, а перевозьмем. Конфедераты победят в Америке. В Америке не выиграют американские рабочие гражданскую войну. Не смогут они наконец-таки освободиться от гнета капитализма. Эх, как же прекрасно наблюдать вот за этим. Наше производство, по 60 винтов в день, вы можете себе представить. Так, это прекрасно видеть, что у нас готовится уже целая армия. И на наших винтовках даже. Так, я, кстати говоря, здесь, видите, немножко отступил, чтобы кое-как фронт стабилизировал. Чтобы меня здесь вот прорвали не очень удачно. Но теперь готовимся, собственно говоря, к контр-атакам. Японцы-то, я думаю, потихоньку-потихоньку дотратят снаряжение. Не могут они бесконечно воевать. Это что они производят тоже, но все же имеет конец. Кроме нашего мент-повара. Наш мент-повар, конечно, конца не имеет. Но мы ее отратим тоже разумно. Ведь с винт-поваром уходят еще и винтовки. И мы, посмотрите, что мы делаем. Просто какую-то грязюку. Заходим к себе домой, в принципе, мы и заходим к себе домой технически. И нарушаем здесь им все пути снабжения. У нас, кстати говоря, еще есть одна протестантская дивизия вот здесь, но ее никто не трогает, поэтому я ее и не двигаю. Бэм. А вот наша ловушка почти захлопнулась. Не так много у них осталось здесь пути снабжения. Нужно просто атаковать, и в принципе, мы сможем это реально окружить и ликвидировать. И вот они, военные заводы, приходят к нам. Мы их строим просто уже огромными количествами. И, конечно же, мы добавляем себе допки и арты. И потихоньку ПВО тоже поднимается. Ух, скоро Китай встанет с колен. Ну и да, мы здесь кое-как обрезаем им снабжение. А тут обрезали, тут... Ух, конечно, очень душная война пошла, но... А что делать? Еще я понял, что мне надо соединить через ЖД вот эти вот пункты снабжения. Давайте этим и займемся. Причем вопрос, как... Блин, вот, наверное, вот отсюда прокладывать стоит. Потому что здесь есть через репло снабжение. Чуть побыстрее будет, чем здесь. Ну и вот сюда тоже как будто бы надо. Лагун сейсер-промышленности мы этот, ну, в несколько недель, я думаю, закроем. И вот мы уже вышли к рубежам подальше. Здесь вот так себе обернулось. Вообще дивизии вайпнули у нас вот здесь вот на западе. Одну, две точнее. Эти в окружении... И вот здесь вот еще одна стоит. Очень тяжко, очень тяжко. Но... Но пушим, пушим потихоньку. Вот здесь даже, вон, видите, вообще окружение получилось. Приятно. Ну, конечно, приятно. Ну, вот здесь вот вообще у них нету дивизии. Следовательно, что следовательно мы полимся этим на полную. По ощущениям... Вот если сюда посмотреть, у них очень много дивизий на юге. Прям очень. И следовательно, что следовательно, если мы запушим их на запад, на север, то эти дивизии все просто автоматически умирают. А значит, мы так и сделаем. Вот эти дивизии, к сожалению, уже спасти, судя по всему, не удастся. Хотя я, конечно, попробую. Ну и да, тут просто свободная территория сейчас. Большая часть японцев именно на юге. Вот здесь вот месяца в горах. Что ж, удача им с этим. Мы, конечно, и там тоже их более-менее побеждаем. Но сейчас, наступая здесь, станет вообще все шикарно. И у нас здесь скоро будет готова целая армия. Закажем, пожалуй, еще. Но, конечно, не будем спешить его заполнять. Может, там еще кто-то задонатит. Блин, вот написано, мы получаем. Но мы получаем сколько? Мы получаем ни хрена. Где их лендли с нам? Вот, недопустимого маршрута. Все поставлено? Нет. Неприятно, но что поделать? Скорее всего, у этих ребят не будет винтовок, да так и есть. Я бы, наверное, и в любом случае не хотел у них их брать. Скажите, на кого можно найти? Только если вот здесь, ну... Я-таки тоже не думаю, что можно. Хотя, слушайте... Слушайте, можно найти? Ну ладно. Будем постараться заполнять уже своими ресурсами. И я думаю, эту армию можно уже деплоить. Но все равно не доберется вот этого вот всего, что нам надо. Сколько можно они обучились? Я бы сказал, это самое большое обучение из всего, что у нас было в армии. О, и у нас что это? У нас открываются новые решения. Классные, слушайте. Очень приятное решение. Давайте начнем с чего? С фабрик, конечно. Одно только можно нажимать. Но это уже приятно. Это уже очень приятно. Наша промка прям встает с колен. Уже 30 заводов, 25 фабрик. Шикардос. Укрепляем центр этими войсками. Эти, я думаю, куда-то вот сюда. Да, как-то чтобы чуть-чуть плотнее у нас везде войска были. И сейчас начнется новая стадия атаки. В кознице я выведу вот отсюда войска. Потому что, ну, объективно говоря, территорию защищать без снабжения вообще невозможно. Ну, как бы технически возможно, но слишком дорого. Потому что войска здесь будут гореть. Вот здесь вот похожая ситуация. Но здесь вот мы вот-вот отобьем пункт снабжения. Так что нормально. В других же территориях, да. И воюем только там, где у нас есть снабжение. Будем умнее нашего противника. Который уже миллион лет сытился без снабжения. Кстати говоря, неужели Ишка здесь построила пункт снабжения? А, нет. Скорее всего он с севера. Да, с севера, наверное. Вот отсюда идет его снабжение. Но тем не менее, половина войны стоял без снабжения здесь. И начинаем постепенно пушить фронт. Правильно, видите, у нас по темам все на самом деле очень неплохо. И мы уже начинаем в авиацию выходить. И я чувствую, фронт посыпется очень солидно сейчас. Не с нашей стороны. Так и происходит на самом деле очень-очень жестко. Мы сразу их обращаем в бегство. Ну а то, целую армию подготовили. Когда начинали они войну, у них, помните, был миллион, у нас 500 тысяч недовооруженных, недобычных. А теперь что, японцы? А теперь все. Теперь у нас, оказывается, войск столько же, сколько у вас. И более того, они даже умеют заряжать винтовки. Как вам такое, японцы? А сражаются они, ну, винтовками не просто, как бы, да, в ближнем бою. А они из них даже стреляют теперь. Какому японцы точно не были готовы? И возвращение Китая началось, но, я думаю, продолжится уже в следующей серии. Мы в следующей серии полностью выбьем, я думаю, и Амогуса, и Японию, и вот эти вот марионетки, которых они успели посоздавать. И, как бы, вот этих вот ребят тоже, которые, на самом деле, должны быть под нашим контролем, тоже мы их заставим вернуться в родную гавань. Индустриализация у нас пошла полным ходом. Промышленность есть. С промышленностью это мы уже их всех переиграем и уничтожим. Так что, ждите следующей серии. А с вами был Добгей. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий. Ребята, твижд, дискорд, все, как обычно. И до скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова